МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости Курган.ру, в студии Оксана Савакова. И вот некоторые темы выпуска. Современная беговая дорожка и корт для занятий физкультурой и 7-я школа Кургана готовятся к началу нового учебного года. Горячая вода появится уже в выходные. Коммунальщики откачали воду в злополучном доме по улице Зорге и сейчас ремонтируют водопровод. Парад военной техники, рок-концерт, организаторы праздника рассказали, какие сюрпризы ждут зауральцев в день российского флага. Защита материнства и детства, социально-экономическое развитие области и субсидии на перевозку пассажиров электричками. Эти и другие вопросы обсудили члены правительства Зауралья на очередном заседании. Рассказывает Юрий Пестерев. Предлагается оказание государства социальной помощи осуществлять в виде ежемесячного пособия на улучшение питания малоимущим многодетным семьям, воспитывающим 8 и более детей. Размер пособия установить в размере от 3 до 5 тысяч рублей ежемесячно в зависимости от количества детей в семьях. Еще один проект, предложенный Верой Деминой, по мнению губернатора Олега Богомолова, должен был осуществиться еще десятки лет назад. В ближайшие три года в области будет проведена паспортизация социально значимых объектов с точки зрения их доступности для инвалидов. Верой Дмитриев, это дело нужное. Я прошу жестко контролировать здесь. И там будет где поставить этот вопрос в раздел контрольных, чтобы мы видели, какова динамика у нас по всем муниципальным образованиям в этой части. А департамент экономического развития предложил утвердить план реализации стратегии социально-экономического развития за Уралия на 2013-2015 годы. Структурно план реализации состоит из пяти разделов направления реализации социальной политики, инновационное развитие, повышение конкурентоспособности сферы экономики, развитие межрегиональных связей, развитие внешнеэкономических связей и повышение финансовой устойчивости. Еще одним социально значимым вопросом заседания стало утверждение порядка предоставления субсидий на компенсацию части потерь в доходах железнодорожников. Это решение позволит сохранить пригородное железнодорожное сообщение в нашем регионе, заявил Василий Жаров. Курганская область вместе с Свердловской пригородной компанией находится в постоянном диалоге для решения вопросов пригородного сообщения, потому что, как вы совершенно справедливо сказали, трудно переоценить социальную значимость. Поэтому законом Курганской области предусмотрено выделение денежных средств на субсидии, а сегодняшнее заседание правительства приняло постановление о порядке предоставления этих субсидий. Также чиновники рассмотрели ряд других вопросов. В частности, были приняты постановления о борьбе с социально значимыми заболеваниями и о распределении субсидий на бурение скважин питьевой воды для муниципалитетов. Юрий Пестерев, Александр Менщиков, Светлана Брагина, информационное агентство Курганру. В Курганской школе номер 7 идет подготовка к новому учебному году. Темпы завершения работы оценил губернатор Олег Богомолов. 13 августа он провел очередное совещание на объекте. В настоящее время заканчивается нанесение современного полимерного покрытия на беговую дорожку и корт для игровых видов спорта, которые расположены рядом со школой. Продолжается благоустройство территории. В ходе осмотра губернатор дал поручение привести в порядок не только огороженную площадку, но и прилегающую территорию в целом. Рядом со зданием не должно остаться строительного мусора. Внутри школы рабочие приводят в порядок классы и устанавливают мебель. Ученики вместе с учителями помогают в подготовке отремонтированных помещений. Практически все работы закончили сегодня у нас остается. Это укомплитовать все классы мебели, партами, шкафами, кабинеты физики, химии, мастерские для парней, спортивный зал практически закончили. Пищеблок, оборудование все расставлено. Сегодня там надо просто все вымывать, вычищать. Остаются небольшие работы. Немножко работы по цоколю. По цоколю самого здания задержка произошла с материалом. Поступал он не за пределы области. Я думаю, что к 1 сентября школа будет полностью готова. И мы начнем ко 2 сентября. Вторая линейка будет. Поэтому со 2 сентября школа приступит к занятиям. 17 августа на центральной площади Кургана состоится праздник в честь Дня российского флага и 70-летия Курганской области. Инициатором торжества выступило правительство региона. Организаторы говорят, что по масштабу праздник можно сравнить с Днем города и 9 мая. Что ждет зауральцев, смотрите далее. На торжестве в честь Дня рождения области в феврале этого года смогли побывать далеко не все зауральцы. Поэтому у организаторов и возникла идея провести празднование на большой открытой площадке в канун Дня государственного флага России. Гостей праздника будут развлекать лучшие артисты Кургана. А мясокомбинат Велес на юбилей области приготовит колбасу длиной в 70 метров. Первый эксперимент на мясоперерабатывающем предприятии уже прошел. И успешно, рассказал Дмитрий Литяков. Мы уже с ней прошли. У нас была такая небольшая репетиция. Колбасу на сегодняшний день едят в столовой. Кто хочет, кто не хочет, но едят все. Вариантов других нет. Да, нам нужно было ее опробовать. Вот. И сегодня начинает набиваться та 70-метровая колбаса, которую мы понесем уже здесь на празднике. В течение двух дней мы будем ее готовить. Чудо-колбасу весом в 280 килограммов пронесут по площади под звуки оркестра. Затем разложат на 40 столов и начнут замерять. Планируется, что изделие Велеса войдет в Книгу рекордов России. Мы должны взять этот рекорд. У нас получится. Это будет самая длинная колбаса. Мы хотели ее еще объявить в Книгу рекордов Гиннеса, но там процедура долгая. Там надо за полгода подавать заявку, тут что-то там обсматривают, рассматривают. Нам говорили, что колбаса уже была выпущена еще длиннее, но она была выпущена в 20-м диаметре. Такую мы можем сделать и сегодня километров два. Для зауральцев колбасу нарежут на порции по 100 граммов и пожарят на углях. Специально для пикантности вкуса в полукопченый мясной деликатес добавят сыр. Плата за угощение будет вполне приемлемая, а деньги, вырученные от продажи, пойдут на строительство Богоевленского храма. На этом благотворительные акции не закончатся. Во время концерта будет идти онлайн-голосование за Далматовский монастырь, который участвует в проекте «Россия-10». Вообще, 17 августа планируется сделать единым днем голосования за нашу святыню. В четырежды будут включаться в концерт, это вот акции голосования, призы к голосованию. Мы выводим на экран даже онлайн-голосование, будем смотреть, а сколько же проголосовало за эти 20 минут, которые прошли. Лучшие труженики предприятий в этот день получат правительственные награды от губернатора области. На площади состоится выставка военной техники. В 7 вечера гостей праздника ждет двухчасовой концерт рок-группы Кипелов, а затем салют. И люди должны видеть, что мы работаем, что мы трудимся, что мы отсюда не уезжаем, что мы здесь живем, развиваемся и будем это делать в дальнейшем. Наша судьба, наша область, она нам не безразлична. Оксана Собакова, Андрей Глазырин, Кирилл Филимонов, информационное агентство «Курган.ру». В спортивно-оздоровительном комплексе «Табол» собрались молодые предприниматели области на вторую смену молодежного бизнес-лагеря. Молодых людей объединил интересы, желание развивать собственные предприятия. В этом году общей темой занятий стало развитие предприятий сельских поселений за Уралья. Получать новые знания и ответы на свои вопросы предприниматели получили возможность от опытных бизнес-тренеров и первых лиц региона. Для нас это крайне важно. Мы сегодня должны содействовать, помогать тем молодым ребятам, кто хочет сегодня открывать свое дело в сельских территориях. Это крайне важно, потому что, еще раз говорю, что хотим мы того или не хотим, сегодня новая техника, новые технологии, они сокращают количество ручного труда и количество людей, которые высвобождаются или у которых традиционной той работы, которая раньше была, ее нет. Значит, мы должны находить и открывать другие предприятия, на которых можно будет их задействовать. 53 молодых предпринимателя, занимающихся разного рода деятельностью, на первом занятии пообщались лично с губернатором области. Смогли рассказать о своих планах, передать на рассмотрение подготовленные проекты. Марина Асташова занимается дошкольным образованием. В ее частных детских садах «Солнечный зайчик» успешно воспитываются курганские ребятишки. Самым тяжелым временем в своем бизнесе Марина считает высокую арендную плату за помещение, в котором расположены группы. Молодой предприниматель разработала и предложила проект «Билдинг детсад». Его с успехом можно реализовать в нашем городе. Когда первые этажи новостроек отдаются под детские сады, предприниматель не платит аренды, но на свой вкус, страх и риск обустраивает все это, принимает деток. Деток берут причем из общей очереди, они живут, например, в этом же доме или в близлежащем микрорайоне, что очень удобно привезти ребенка там, где ты живешь, не стоять в пробках, или же не будить его совсем рано. В течение трех дней по программе молодые бизнесмены прослушают семинары по методам генерирования идей, альтернативным системам продвижения продукта, основам, переговорам и продаж. Тренинговые упражнения и семинар «Лаборатория. Модель будущей деревни» поможет сформировать конечную идею, к чему нужно стремиться в работе на селе. Светлана Епифанова, Александр Менщиков, информационное агентство «Курган.рум». В Заурале возобновили программу по добровольной сдаче оружия. С 1 августа и до конца года, по решению правительства Курганской области, граждане могут добровольно выдать имеющиеся у них незаконные боеприпасы. В этом случае их не только освободят от уголовной ответственности, но и поощрят материально, рассказал начальник отдела лицензионно-разрешительной работы ОМВД России по городу Кургану Юрий Ткач. Его отдел поможет зауральцам собрать необходимые документы для получения вознаграждения. В этом году правительство установило следующие суммы. За боевое огнестрельное оружие выплатят до 10 тысяч рублей, за охотничье – до 5 тысяч, самодельное устройство оценивается в полторы тысячи, холодное оружие – в 500 рублей. В прошлом году в органы внутренних дел зауральцы сдали 4 единицы незаконно хранящегося оружия. В этом пока еще ни одного, отметил Юрий Ткач, хотя суммы вознаграждения существенно увеличены. Для того, чтобы избавиться от оружия незаконно хранящегося, гражданин обязан пойти в отдел полиции, в дежурную часть, написать там заявление о приеме этого обнаруженного, найденного оружия. Гражданину выдадут копию протокола об изъятии оружия и копию квитанции о приеме оружия. Значит, оружие это будет осмотрено в органе внутренних дел на предмет пригодности к стрельбе, проверено по оперативным и справочным учетам, и будет вынесено решение, как правило, об отказе в возбуждении уголовного дела за незаконное хранение оружия. Охота на самцов в Сибирской косуле откроется 25 августа. Ее основным параметром является запрет на добычу животного способом загона, а также запрет на применение собак охотничьих пород. 7 сентября открывается охота на водоплавающую дичь, самая массовая и популярная. День открытия негласно считается одним из главных охотничьих праздников. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает о запретах, установленных для проведения охоты на водоплавающую дичь правилами охоты и указом губернатора Курганской области. Основной запрет – это применение огнестрельного гладкоствольного оружия, заряженного патронами с дробью или картечью крупнее 5 мм, а также пулями. Правилами охоты предусмотрена ответственность за несоблюдение норм добычи охотничьих ресурсов. Для Курганской области до 20 сентября установленная норма добычи – это 5 гусей, 5 уток и 5 лысух на одного охотника в течение суток. До 20 сентября также действует запрет на охоту на водоплавающую дичь по понедельникам, четвергам и пятницам. Два месяца без горячей воды и с затопленным подвалом. На днях мы уже рассказывали о проблемах жителей дома номер 54 по улице Зорги. Директор управляющей компании, за которой закреплен этот дом, пообщался с нашим корреспондентом Михаилом Белокрыловым и прокомментировал ситуацию. Подвалы многоэтажных домов Кургана превращаются в канализационные ямы. Забитые стоки, колодцы, изношенные трубы – все это приводит к затоплению не только подвалов и подъездов, но и внутридомовой территории. Именно такая проблема возникла у жителей дома номер 54 по улице Зорги. По словам жителей, их управляющая компания откачивать воду не спешила, пока они не обратились в нашу редакцию за помощью. Жильцов мучила еще и проблема с подачей горячей воды. Ее нет в квартирах уже два месяца. По мнению рабочих, которые сейчас устраняют нарушения на месте, всему виной сложность в доступе к трубам водоснабжения и в квартиры граждан. Подвала нету, под квартирами трубы идут все, отопление, вода. Там проблематично то одних нету, то вторых мы там кусочек заменим, а то у нас дальше рвет, там клочочек, там клочочек. Сейчас вот капитально будем полностью трубы пробрасывать, и там уже по квартирам будем ловить жильцов и подсоединяться, чтобы без воды же никого не оставишь. Как рассказал директор управляющей компании «Огонек» Владимир Смольников, сейчас все необходимые восстановительные работы ведутся, и дом, согласно договору, будет полностью и в срок подготовлен к зиме. Что касается подачи горячей воды в квартиры, то она появится уже к ближайшим выходным. Был ремонт, замена бойлера, поэтому не было горячей воды. На данный момент тоже вопрос решается, бойлер вводится в эксплуатацию, с тепловыми селями идутся переговоры о приемке, и я думаю, что буквально в течение вот нескольких дней вопрос будет решен. По мнению Владимира Смольникова, жители дома не понимают разницы между управляющей компанией и управляющей организацией, которые носят одинаковые названия. Сейчас обслуживанием дома занимается именно компания «Огонек». Управляющая организация же объявила себя банкротом. Жильцы считают, что их коммунальные проблемы обязаны решать сотрудники разорившегося предприятия. Однако это вовсе не так. Ремонт в доме сейчас производят работники управляющей компании. Управляющая компания «Огонек» на сегодняшний день не имеет долгов ни по налогам, ни перед поставщиками. А данный дом находится в управлении управляющей организацией «Огонек». Но так как там практически нет никого, один управляющий внешний. Поэтому мы по договору соглашения обслуживаем данный дом. Директор «Огонька» заверил, что про жильцов дома в руководстве компании не забывали. Причиной послужили износ старых коммуникаций и замена злополучного бойлера. Свою роковую роль сыграло и банкротство управляющей организации. Однако уже через пару дней, заверил Владимир Смольников, подвал дома будет высушен, а из кранов в квартирах потечет долгожданная горячая вода. Михаил Белокрылов, Евгений Еремеев, Светлана Брагина. Информационное агентство «Курган.ру». В Курганской области с 2011 по 2015 годы действует система льготного ипотечного кредитования. О том, какую поддержку получают молодые семьи, напомним в следующем сюжете. В Курганской области с 2011 по 2015 год действует система льготного ипотечного кредитования. Эта программа включает в себя поддержку молодых и многодетных семей, а также работников бюджетной сферы. Если возраст каждого из членов семейной пары не превышает 35 лет, процентная ставка на приобретение жилья будет составлять всего 5% годовых. Такой же привилегией пользуются неполные семьи. В рамках этой программы молодая пара имеет право на получение 42 квадратных метров, а семье из трех человек гарантировано по 18 квадратных метров на каждого. Сергей Спирев, начальник отдела по работе с застройщиками Курганской ипотечно-жилищной корпорации, рассказал, что в прошлом году к ним обратилось больше тысячи человек, а на сегодняшний день уже заключено 600 договоров, из которых 98% с молодыми семьями. Данная программа предусматривает 5% годовых только для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. То есть у молодой семьи, допустим, вся семья состоит из двух человек. То есть у нее должно быть в собственности менее 42 квадратных метров жилья на данный момент, то есть до обращения, допустим, в ипотечную корпорацию. То есть если семья имеет менее 42 квадратных, она признается нуждаемым в улучшении жилищных условий, и для нее действуют эти вот льготные процентные ставки. Курганская область предлагает ряд льготных программ, в рамках которых предусматривается поддержка молодых семей. Наибольшим спросом пользуются программы «Новостройка» и «Материнский капитал». Для квартир в строящихся домах и во вновь построенных минимальная ставка составляет 7,9%. Большую поддержку молодым семьям оказывает программа «Материнский капитал». Семья, у которой появился ребенок, может потратить субсидии от государства на погашение жилищного кредита. Для того, чтобы сменить семейное гнездышко на более удобное, достаточно иметь 10% собственных средств. Ирина Дубровских, начальник отдела по работе с заемщиками Курганской ипотечной жилищной корпорации, рассказывает, что условия ипотечного кредитования для родителей, у которых есть хотя бы один ребенок, более чем выгодные. После получения займа и приобретения квартиры, заемщики должны обратиться в пенсионный фонд и подать заявление на распоряжение средствами материнского капитала и направить их на погашение части ипотечного займа. И хочется отметить, что ставки по этой программе значительно ниже, чем по стандартному продукту и составляют 8,95% минимально и 11,95% максимальная ставка. Если молодая семья имеет троих и более детей, она может получить вычет полпроцента из процентной ставки кредита. Отправившись получать ипотеку, не забудьте взять с собой необходимый пакет документов, который включает в себя паспорт, ИНН, страховое пенсионное свидетельство, копию трудовой книжки и справку о заработной плате. При получении кредита на жилье, молодые люди должны работать на последнем месте не менее 6 месяцев. Юрий Пестерев, Елена Валиева, Александр Менщиков, Кирилл Филимонов, информационное агентство Курганру. Более тысячи собак и 4 тысячи кошек ежегодно оказываются выброшенными на улице Кургана. Накануне Всемирного дня защиты бездомных животных наша съемочная группа побывала в городском питомнике. Чтобы оградить лохматых бродяг от жестокого обращения и гибели под колесами, их отлавливают и помещают в специальные питомники. Там они получают медицинскую помощь и заново учатся доверять людям. Приучаем их к поводкам. В основном уже у нас попадаются к нам дворняжки, поэтому они не привыкли еще ни к ошейникам, ни к поводкам. Пытаемся их садить на цепь, чтобы могли нести службу, как охранные, так и выполнять роль просто питомца. Два года назад в районе аэропорта был создан народный приют для бездомных собак. Волонтеры и ветеринары следят за их здоровьем, занимаются дрессурой и помогают найти новый дом. Ежемесячно 7 или 8 питомцев приюта отправляются к новым хозяевам. Некоторые из них сейчас несут охранную службу на предприятиях области. Еще очень мало людей знает о том, что у нас можно приехать и выбрать себе собаку, именно ту, которая подходит ему. Не именно щенка там, допустим, и прочее, а вот та, которая понравится. Берут даже старых собак. Некоторые собаки попадают в приют совершенно случайно. Недавно в заботливые руки волонтеров попал щенок таксы, чудом избежавший смерти под колесами автомобиля. Очень часто в приюте оказываются домашние животные, которые потерялись, а хозяева не смогли или не захотели их найти. Светлана Епифанова, Алена Анашкина, Александр Менщиков, информационное агентство Курган.ру. В Курганском областном выставочном центре состоялось подведение итогов детского конкурса рисунков «Живая планета. Экология глазами зауральских детей». Члены комитетного жюри уже отобрали победителей, а само награждение состоится в сентябре в рамках фотоконкурса «Золотая черепаха». На выставке побывала наш съемочная группа. Бутылки и окурки, загрязненные улицы и дым из выхлопных труб – все это предстало на бумаге в виде детских рисунков. Конкурс «Живая планета. Экология глазами зауральских детей», проводимый Курганским областным общественным благотворительным фондом «Содействие защите материнства и детства мама» призвал воспитанников интернатов и детских домов окунуться в мир живописи. Конкурс проводился в загородных оздоровительных лагерях. Участие в нем приняли более 150 детей из более чем 50 учреждений. «Идеи, задачи и цели этого конкурса очень простые. То есть посредством детского восприятия, детского рисунка, то есть образа, который находится в голове у ребенка, показать нам, взрослым, то есть нам всем, что не только государство, не только органы власти отвечают за нашу экологию, за природу, но и каждый из нас». Темы некоторых рисунков будут использованы в социальной рекламе на плакатах и стендах, которые уже в ближайшее время появятся на улицах Кургана. Среди них можно встретить различные детские ассоциации, посредством которых они обращают наше внимание на проблемы экологии города. По словам организаторов, наградят не только призеров «Живой планеты». Практически все маленькие авторы получат грамоты и подарки. «Много будет ребятишек награждено. И забегая вперед, могу сказать, что ребят мы наградим в рамках открытия фестиваля «Золотая черепаха», который пройдет буквально на днях в стенах КВЦ. И все эти ребятишки будут поощрены, награждены, отмечены каким-то образом». По словам уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Курганской области Алены Лопатиной, цель конкурса достигнута. В ребячьих головах заложены основные проблемы экологической безопасности. «Благодаря конкурсу мы не только видим и понимаем, как мир ощущают наши дети, но и понимаем, насколько они принимают эти проблемы и готовы с ними дальше развиваться и бороться. На мой взгляд, позитивный абсолютно конкурс, потому что мы не закрываем глаза на проблемы, которые существуют, а воспитываем в детях уже с самого юного возраста желание изменять мир в лучшую сторону». Награждение победителей пройдет в культурно-выставочном центре в первых числах сентября. Михаил Белокрылов, Евгений Еремеев, Светлана Брагина. Информационное агентство Курган.ру. Талант, упорные тренировки, плюс чуть-чуть везения и очередная победа остается за курганской спортсменкой. На восьмом этапе Кубка России по стендовой стрельбе не было равных Людмиле Пшеничниковой. За тренировкой титулованной землячки наблюдал Дмитрий Соснов. Спортивный путь Людмилы Пшеничниковой начался достаточно поздно. Только в 17 лет она стала профессионально заниматься стендовой стрельбой. Но это решение не было случайным, поскольку родители Людмилы также увлекались этим видом спорта. Я с детства находилась на стенде, видела этот вид спорта, понимала его хорошо, но долго не приходила в него, потому что первый раз я выстрелила, когда мне было 8 лет, выстрелила без наушников, и на меня это произвело неизгладимое впечатление, отрицательное, потому что долго шум стоял в ушах, мне было неприятно. И тогда я сказала, что я не буду стрелять, никогда. Но получилось по-другому. С первых тренировок Людмила показывала высокие результаты и уже через год после начала занятий выполнила норматив кандидата в мастера спорта, а еще через год стала мастером спорта. После такого успеха сложно было не остаться. Потом уже пришел вкус, стало очень интересно, как можно самосовершенствоваться в стрельбе. И вот это очень затягивает. Был в карьере спортсменкой и большой перерыв. Почти 5 лет Людмила не выступала профессионально, нашла другую работу и тренировалась только по выходным. Но желание стрелять и соревноваться в итоге взяла верх. Я говорю, что в принципе я достигла каких-то высот не благодаря, а вопреки скорее. И хорошо, что меня в свое время заметил очень большое предприятие Курган-Стальмост. И предложили мне стрелять за клуб Курган-Стальмост. И я думаю, что вот эта поддержка мне очень в свое время помогла. Людмила триумфально вернулась в большую стрельбу и смогла завоевать свои самые важные награды именно после перерыва. Золото на Кубке мира в Мексике, серебро на чемпионатах России, победа на Кубках страны. В том числе и недавний триумф на соревнованиях в Каменск-Уральском, за которые наша землячка получила оригинальный кубок в форме колокола. Я хочу отметить то, что в Каменске всегда очень гостеприимная атмосфера. Там все делают для спортсменов. Туда приятно приезжать, потому что любые вопросы, с которыми мы можем обратиться к организаторам, все это решается. Спортсменка считает, что самое сложное в стрельбе победить себя. Справится со своими нервами. По мнению Людмилы, это главная составляющая успеха. Секрет именно в стрельбе достаточно простой. Я его для себя называю так. Нужно на каждой мишени выполнять эталон твоего выстрела. И все. И ни на что больше не отвлекаться. То есть делать то, что ты делать умеешь. Есть данная конкретная мишень, есть здесь и сейчас. Если ты все верно сделаешь, то будет успех. На данный момент Людмила полностью сконцентрирована на спорте. Продолжает подготовку к финалу Кубка России. И надеется на очередную победу. Старство соревнований намечено 20 августа. Дмитрий Соснов, Евгений Еремеев, Светлана Брагина. Информационное агентство Курган.ру На сегодня это все. Спасибо, что были с нами. До встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok Компания «Окна Люкс 45» расширяет сферу деятельности. Для вас натяжные потолки, а также пластиковые окна и остекление балконов. Ждем вас с Куйбышева, 123. Только в августе. Рюкзак покупай, подарок получай. Сеть магазинов «Буратино». Не хочешь переплачивать при покупке масла? Обращайся в «Автомир» и экономь на цене канистры. А также большой выбор тасола, фильтров, автокосметики и многого другого. Быстро, качественно, экологично. Строительство дома под ключ. Работаем по государственным программам. Ипотека «Молодая семья». Жилищные сертификаты «Материнский капитал». 17 августа в 15 часов на Центральной площади Кургана. Праздник, посвященный Дню государственного флага России и 70-летию Курганской области. В программе рекордная 70-метровая колбаса. Концерт рок-группы, кипело, праздничный салют и многое другое. Подай объявление в бегущую строку и получи три дня проката по цене двух. Найди свою активную точку. Хорошо проводишь лето. До 15 сентября поделись своими впечатлениями в разделе «Школа» на сайте Курган.ру и получи приз. Конкурс «Как я провел лето» в самом разгаре. Хорошо провел лето. Получай призы за это. В магазинах «Бэйби Бум» от мамы к маме, мир детских колясок, огромный выбор кроваток, колясок и автокресел. Все для вашего малыша. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Анастасия Лимаякина. В магазинах «Бэйби Бум» от мамы к маме и мир детских колясок широкий ассортимент товаров для новорожденных. Кроватки, коляски, автокресла и многое другое для вашего малыша. А теперь о прогнозе синоптиков. В четверг на большей части Зауралья будет господство теплый антициклон. Это значит, что завтра нас ждет солнечная и сухая погода. А температура воздуха на 4-5 градусов превысит свою климатическую норму. В Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске без существенных осадков. Температура днем плюс 27-30. В Кургане ночью переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13. 15. Днем в Кургане переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 27-29. Атмосферное давление будет слабо расти. 15 августа солнечная активность и геомагнитное поле спокойные. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok